Рада приветствовать всех любителей рукоделия. С вами Лариса и вы у меня в гостях на канале Ларин Фонарик. Сегодня мы с вами полистаем актуальный номер журнала по пэтчворку Magic Patch. И в этот раз этот номер полностью посвящен стилю модерн. 14 изделий, 14 квилтов присутствуют в этой книжке. Не просто их картинки, но и инструкции по пошиву тоже в этом журнале присутствуют. Очень подробные причем. И давайте посмотрим с вами этот журнал, полистаем. Не хочу сильно долго ваше внимание отвлекать. Я сразу говорю, я ничего не переводила, никаких названий. Для нас с вами важно просто посмотреть, вдохновиться и посмотреть современные тренды в пэтчворке. Вот на первой обложке как раз все представленные в журнале изделия. Ну и давайте более подробно смотреть. Так, а что нам не представили отдельно? Странно. А где готовое изделие? А, вот так. В общем, я так понимаю, что здесь просто представлен какой-то автор. Возможно, здесь все ее изделия. Линет Мухазу. Мучазу. Не знаю, как правильно читается. Линет. И я так понимаю, что этот номер полностью посвящен ее изделиям. Она, наверное, довольно популярный среди модерн-квилтеров человек. Вот. Здесь вначале рассказано про криволинейные блоки, как они шьются, что, наверное, более такая инструкция подробная. И в подарок представлен вот такой вот шаблон для криволинейных блоков. Я думаю, что во многих из квилтов будет он присутствовать. Первый квилт. Boxes of Love. Коробка для любимого, может быть, или с любовью. Вот такие сердца, очень интересные сердечки, сшитые из криволинейных блоков, из полукругов. Один большой полукруг и два маленьких. И получается такое интересное округлое сердце. Ну и вот в изделии оно в шахматном порядке находятся блоки с сердечками и блоки с квадратиками. Квадрат в квадрате. Размер этого квилта 153 на 178 сантиметров. 60 на 70 дюймов. И вот такая вот интересная фотография. Так, здесь есть вот выкройки для полукруга и для большого, и для маленького. Вот, идемте дальше. На следующем развороте представлено изделие. Так, где его размер? Например, здесь 163 на 183 сантиметра, 64 на 72 дюйма. Это вот такое одеяло. Ну, здесь, конечно, из однотонных тканей, кстати. Чаще всего модерные квилты шьются из однотонных тканей или же из таких мраморных чуть-чуть, да? Где, ну, неровная такая покраска, а чуть-чуть такая с разводиками, да? Но обычно без рисунка. И вот здесь какой-то интересный квилт. Давайте посмотрим. В принципе, это же не крестики, что здесь закрывать. Вот такого типа, да? То есть, на прямоугольном или квадратном квилте делается вот такая серединочка, довольно яркая. И здесь все, конечно, в подворье цвета заключается. Посмотрите, как красиво. Причем это не просто покрывало, а тоже как такое поверх покрывало. Кладется такая еще ромбиком такое изделие. 140 на 165 сантиметров, 55 на 65. Вот такой квилт на темно-синем фоне. Тоже яркие такие фигуры геометрические. Тут уже не только однотонные ткани, но ткани в горошек мелкие. Тоже интересное изделие. Давайте сейчас найдем, где оно в полный рост. Так вот, вот такой квилт. Здесь интересная стежка. Такими, смотрите, вот такая. Я думаю, вам видно, да? Так, следующий квилт. 158 на 183 сантиметра. Тоже на темно-синем фоне. Розово-желтый такой геометрический рисунок. Круги, полукруги, треугольники. Трехцветный квилт. 62 на 72 дюйма. И вот так он выглядит на кровати. Смотрите, здорово. Стежка, кстати, тоже довольно простая. Ромбами простеган. Сюжет. На каждый рисунок есть вот свои шаблоны в этом журнале. Наоборот, квилт на светлом фоне. 176 на 176 сантиметров. 69 на 69 дюймов. Тоже очень интересный, на мой взгляд. Да, такие, я бы сказала, тюльпанчики, что ли. Белые тюльпаны с цветными серединками. Похожи же на тюльпан, правда же? Если взять другие ткани, будет тюльпан. Так, давайте посмотрим. Вот так собирается один блок. И из вот этих блоков потом складывается целое одеяло. Вот такой план сборки. Я надеюсь, вам не засвечивает. Следующий. Следующий квилт. 137 на 153 сантиметра. 54 на 60 дюймов. Это вот такое одеяло. А-ля Борджелло, да? Такие переходы. Даже не знаю, как их назвать. Ступеньки, не ступеньки. Волны, не волны. Вот такого типа одеялка, покрывалка. Тоже однотонные ткани идут. Тут, конечно, вся тоже, вся фишка в цвете тканей. Ну, мне кажется, вот просматривается, да, такая немножечко. Ну, я бы не сказала африканская тема, но такая яркая тема. Мы вот были на выставке, и там были тоже девочки. Кто африканские квилты или из африканских тканей шьет, которые специально продуцируются для Африки. Да, есть даже ткань для пэтчворка. Производители делают целые коллекции. Вот мы разговаривали с одним мастером. Она говорила, что она сшила все свои квилты из тканей, которые выпускаются для Африки. Да, то есть есть своя специфика, там очень любят яркое все такое, врывеглазное, я бы сказала, да. И вот из таких она тоже сшила. Но вот здесь вот эта следующая наволочка для подушки, она, кстати, поскромней. Тут уже, я бы сказала, такая нежная, стильная фигура внутри. Стежка на подушке такая, свободноходовая. Ну, видно, что этот художник, этот мастер, она все-таки больше делает акцент на рисунок, а не на стежку. Стежка у нее довольно такая простая, несложная. Ну, хотя вот здесь тоже такими кругами. Вот здесь тоже подушка очень с похожим рисунком, просто меньшего размера, да. Смотрите, здесь маленький, а здесь побольше. Такое какое-то переплетение. Крест-не крест, узел-не узел. Вот из полосок ткани шьются. Следующий сюжет. А, подождите, я вам не говорила, да, сколько подушки. 47 на 47 одна подушка и 42 на 42 другая. Вот тут тоже, я так понимаю, подушка какая-то 52 на 52, да. Вот эта, кстати, очень красивая, эта мне очень понравилась. Тут и стежка такая интересная. Давайте поближе вам поднесу, посмотрите. И по цвету мне нравится вот этот горчичный с таким розовым, интересным, коралловым. Даже я бы сказала кораллово-розовый такой горчичный и белый фон. Здорово смотрится эта подушка, мне очень понравилась. Интересная тут тоже, это все пришивается. Посмотрите, тут выкраиваются вот эти детали, прям отдельно выкраиваются такие полукруги, дуги. И все это собирается здорово. Посмотрю, если не поленюсь, сошью себе такую подушку, мне очень понравилась. Возможно в других цветах, но... Следующий квилт побольше уже, 137 на 158 сантиметров, 54 на 62 дюйма. Смотрите, смотрится в принципе квадратным, но на самом деле он прямоугольный. Вот здесь вот больше фона, чем по краям. Вот тоже красивый, интересный, мне кажется. Такой тоже было бы интересно сшить один раз. Тут именно такие фигуры. Тоже круги, полукруги. Как бы сердце внутри цветочек. Да, четыре сердца внутри цветочек. Ну, классно, классно. У меня есть вот такие шаблоны отстеганного цветочка. Как идею можно взять и сшить по своим шаблонам. Почему бы нет? Вот этот мне тоже очень понравился. Розово-желтый рисунок на светлом молочном фоне. Тут, кстати, стежка интересная. Я тоже такую как-то пробовала, стягала. Но я еще вот так вот линии делала. Такими вытянутыми ромбами, я бы сказала. Прикольно. 150 на 168 сантиметров, 59 на 66 дюймов. И вот так выглядит целиком. Интересное изделие. Я думаю, что не сильно сложно шьется. Ну, ага. Результат потрясающий. Тут самое сложное. Это вот этот мелкий блок здесь внутри. Вот здесь вот, да. Мне кажется, он называется письмо или как-то конвертик. Вот так вот шьется этот блок. И вставляется в полоски в розовый. И потом все это сшивается с белыми фоновыми квадратами. Здорово. Красивый очень квилт. Вот эта вот подушка тоже интересная. С вертушечкой такой. 47 на 47 сантиметров. С такими криволинейными элементами, блоками. Тоже очень стильный, очень красивый. Вот все подробно описано, как, что шьется. Дальше. 13-й. Это у нас 183 на 183 сантиметра. Квадратный квилт. 72 на 72 сантиметра. Давайте посмотрим, как он выглядит. Это тоже черный-белый квилт. С вот такими радужными полукругами, да. Все цвета радуги присутствуют. Здорово. И, кстати, ткани очень красивые для этих кругов. Здесь вот, может, видно. Она такая мраморная ткань, да. Неровные покраски. Да. Вот такие собираются блоки. А из них потом собираются уже одеяло. Так, что еще у нас? Вот. Еще такой квилт 42 на 143,5. То есть такая дорожка, да. Узкая дорожка с сердечками в окошке. Тоже интересная. На темном фоне. Белые вот эти такие вертушечки-окошечки, внутри которых находятся разноцветные сердечки. Тоже очень интересная идея. Кстати, стежка очень простая. Ромбами под 45 градусов. Это как-то упрощенный какой-то есть вариант. Видите, как из двух квадратов больших чертится диагональ. По обе стороны от диагонали прокладываются строчки. Потом все это разрезается. И в результате получаем сразу... Смотрите, сколько. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, восемь. Восемь деталей треугольника полуквадрата. Тоже интересная техника. Треугольник полуквадрата можно шить. Из маленьких два получать. Две детали можно, четыре. А вот есть такая техника, где можно сразу восемь квадратиков получить из двух больших квадратов, если шить. Ну и вот как полностью блок собирается. В общем, здесь инструкция довольно подробная. Единственное, что мне в этих журналах не нравится, то что тут все шьют в сантиметрах. Все инструкции представлены в сантиметрах. Поэтому не всегда это удобно. Для тех, кто привык шить в дюрьмах. Все. Вот такой обзор. Небольшой. Ну, я думаю, для тех, кто любит модерн квелт, будет интересно вместе со мной полистать этот журнал. Я надеюсь, вам понравилось. Пока. Всем хорошего настроения. Пусть этот яркий обзор, эти яркие квелты поднимут вам настроение в это осеннее время. И надеюсь, что осень вас радует теплой, такой яркой погодой. Пока. Субтитры подогнал «Симон»